Хеллоу! Меня зовут Сергей Ковалев, рок-музыкант и преподаватель. У меня для вас сегодня кое-что есть. Мы будем играть рок на ваяне. Для начала нам нужно ознакомиться с таким понятием, как блюзовый лад. И что такое лад вообще? Лад – это система звуков, характерная для того или иного стиля, для того или иного фольклора. Блюзовый лад отличается от многих других ладов народной музыки, так называемой блюзовой нотой. Это есть не что иное, как интонационное понижение третьей, пятой и седьмой ступеней до четверти тона. Подобный результат осуществим как в вокальной практике, так и в практике исполнительства на духовых инструментах. К примеру, на губной гармошке блюзовая нота достигается за счет так называемого бэнда. Но это уже другая история. Об этом мы поговорим в следующий раз. У нас есть баян. Итак, начинаем. У нас до мажор. До, прима, первая ступень. Ми, бикар, третья ступень. Понижаем до ми, бемоль. Фа, четвертая ступень. Соль, пятая. Понижаем до соль, бемоль. Си, бикар, седьмая ступень. Понижаем до си, бемоль. И получаем вот такой лад. Си, бикар, можете не использовать. Это на ваше усмотрение. Меня часто спрашивают, что значит быть фирменным музыкантом. Я отвечу так. Фирменным музыкантом быть, это значит понимать и чувствовать. Мы уже понимаем, что такое блюзовый лад. Что значит чувствовать этот лад? Чувствовать, это значит легко и свободно ориентироваться в рамках данной звуковой системы. То есть импровизировать. Импровизация от латинского improvisus или французского improvisation означает внезапный, неожиданный. То есть играть без подготовки бесконечное количество вариантов и вариаций в данной системе. Итак, что нам нужно для того, чтобы импровизировать? Для этого нам необходим определенный слушательский опыт, который достигается путем определенных практических наработок. Сейчас я вам буду играть мелодические фразы. Вы их за мной повторяете. По медленному темпу. Еще раз. Продолжение следует... Прошу обратить ваше внимание на два момента. Первое. Постановка руки. Некоторые баянисты руку ставят вот таким образом, уводя большой палец за гриф. Это является грубейшей ошибкой. А подобная постановка резко снижает ваши исполнительские возможности. Если вы руку ставите вот таким образом, мы получаем раскрепощение, ваша рука раскована, вы свободно ориентируетесь на грифе, играете пассажей любой трудности. Второй момент. Чисто слушательский. Вы слышите такие грязно-грубоватые созвучия. Это у нас и есть блюноут. К примеру, возьмем терцию. Соль, бекар, си бемоль. Что нам нужно для того, чтобы получить блюноут? Поскольку у нас баян инструмент темперированный, темперация это музыкальный строй, при котором октава поделена на 12 равных частей. Хроматическая гамма. У нас нет возможности плавно скользить от одного звука к другому. Поэтому блюзовую ноту мы получаем путем мелизматики. Еще раз. Берем малую терцию. И добавляем к ней вот такой форшлаг. И получаем ощущение мажора минора. Замечательно. Итак, смелее вперед. Это не парашютный прыжок. Больно вам не будет. Вы не разобьетесь. А значит никто ничто не повешает. Играть, слушать и пробовать. Желаю успехов. До новых встреч.